Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей или же иной, и мы продолжаем проходить Море Звезд. В прошлой серии мы прошли испытания Деда Тумана, и он показал, что да, он жесткий, он может запросто отпинать нам. Но кое-как я все-таки смог победить, поэтому давайте продвигаться. Теперь мы в большом мире, в больших приключениях, которые ждем. Как с муравьями будем драться. Как бы вас так вот стукнуть-то? Видимо, я что-то делал не так. Ну и ладно. Что ж, начнем сразу с луна ранга, разомнемся, а то забыл уже, как это делать. Нажимаем пробел, чтобы отразить. Ах, 33-35. Сколько у вас осталось? Два... Два и три. Вот бы вас просто обоих-то грохнуть. Да, вот этого грохнула, того грохнет этот. Хоть там и шесть, хоть и сопротивление, но пофиг. Просто умирайте. Ай. Что ж так больно-то? Зато вот 14 теперь. Хм. Давай, впитывай, впитывай в себя и бей его по лицу. Ай, вон и мир. Так, очередная штука, в которую можно бы уронить. И она, похоже, прямо вот здесь вот. Зачем что-то придумывать? Просто идем и сковорачиваемся. Бум. Что у нас здесь? Здесь у нас еще более глубокое погружение. Так, нет, это выход. Это выход. Пока нам выход не нужен. Так, нам нужны грибочки. Снизу тоже бы были грибочки. Но мы еще, наверное, к ним спустимся. Грибы. Ладно, ломаем им. Ломаем им длица. Ах, ну вот, взял и промахнулся. Призыв? Какой еще призыв? Какой еще призыв? Какой еще призыв? Я этих-то еле убивал. Навыки отбрасывания. Какое другое место? Тут теперь просто огребать. Просто огребать по-жесткому. Ладно, бей этого. С сопротивлением. Ну, тут нужно теперь... Может, другой полумесяц ему... Вот по троим, давай. 23-16. Если бы он еще сделал там призыв какой-нибудь, я бы вообще офигел. Так, солнечный шар, пожалуйста, да, вот в этих троих. Просто, чтобы их не было. Удерживаем пробел. Раз, два, три. Бум! Как уворачиваться от этой вот... Кусание такого? О, вот так вот. Впервые получилось. Какие еще предметы? Давай питание. Впитывай его. Пускай впитывает. Может, пора уже качать... Давай, давай, давай. Комбо. Не комбо. Это, конечно, хорошо, но... 34. Вот это лучше. Не навыки. Просто бить ему по лицу. Никто клуб... Парень может справляться, а. Ладно, похоже, пора уже исцеляющим светом делать какие-то вещи. Интересно, где можно тут улучшить? Не узнаю. Дай-ка вот так вот, да. Заряди им. Заряди им. Паренься. На 60.35. Хорошо. Теперь все грибы этого мира мои. Сражался ради грибов? Ну, не только. Ради еще сундучка. Серебряный меч. Ну-ка, ну-ка. Снаряжение. Зел. Плюс 4, плюс 2. Магическая атака. Отлично. Каждая капелька усиления на мне будет усиливать меня. Насколько это возможно. Так. Про грибы нельзя забывать. Все, я думаю, я тут собрал все, что нужно. Надеюсь, во всяком случае. Теперь идем уже. Вот, тут какие-то всякие комбо, комбо, шмомбо. Две простых атаки, односложно у этого кабанчика. Ломай его. Ломай его. И ты теперь ломай его. Угу. Бумеран, конечно, сама свой бы до бума. Ай. Просто разогрею их. Солнечный шар-то не хватает. Не хватает у меня на солнечный шар. Двадцать девять. Хо-хо-хо-хо. О! Даже ничего не стал делать. Просто. Просто. Ладно. Кушай яблоко. Кушай яблоко, дорогой. Ага. Опять бодобума. И опять я не знаю, как правильно увернуться. Вроде бы можно его на рангом бы их там... Разнять. Давай, буду тренироваться. А, слишком рано нажал. Бывает. Так вот тогда ты лишь атакуй его. Да, тебе хватит. А вы теперь... Усиляющим светом. Плюс 54. Неплохо. Ну просто уничтожь его. 32. Это не уничтожить. Это просто так вот. Что-то мой мечник в своем количестве жизней не выглядит достаточно уверенным. У других там по семидесятке. Что это такое? Что вот это? Что-то могущественное. С чем я пока взаимодействовать не могу. А вот с капустой могу. И не побоюсь ее прибрать к рукам. Так, тут водичка. Ага, ооо. А как вот... Тут, конечно, интересно вот все вот эти водянистые вещи. А как к тому сундуку попасть? О, можно проплыть просто. Просто как жестко. Каменная крышка? Ну это прям похоже на горло. Крышка котла. Любимое самодельное оружие? Нет. Пришла пора обновить гардеробик, поэтому... Идеально. И сразу прибежали целые ребята. Так. Они явно хотят, чтобы солнечным шаром им закатил. О, давай в троих. На! Кому там не прилетело? Ну блин, и второй атакой... Можно только лунорангом, например. Сколько у вас там? 18, 32, 31? Ну, предположим, я вот буду... Хорошо. Пошли бы до бума. Один тридцать там. Урона несет другой. Тридцать не несет урона. О, заблокировал. Каким-то мифом. После такого надо питаться. Постоянно кормлю этого пацана и... Легче не становится. Так, этого я убил. А этого давай вот убьем просто так вот. 43. Я вижу сундук. Но я вижу препятствия. Хм... Может, это нужно воду наполнить? Видимо, придется... Или вот спуск сверху там будет. Так, я смогу сюда подтянуться? А вот нет. Только вот оттуда. А вон пускамечка рыбачье озеро. Не хватает солнечного шара, да? Ай. Какие же они мерзкие-то вот прямо. Нерзкие из разряда мерзких самых. Ай. Зато кто-то помер. Вроде и победил, но... Из-за этого сильно искосался. Я все еще хочу забраться наверх. К тому сундучку. Так, где тут можно забраться? Да где угодно. Я король мира. Туда спрыгиваешь и получаешь какой-то результат, видимо. Оп. Рецепт грибной суп. Что за рецепт? Предметы. Наваристый и вкусный. 40 очков жизни команды. А у меня вроде был уже? Нет. 60 союзник. У меня уже было для грибного супа... Рецепт мне казалось. Странно. Ладненько пойдем к озеру. Там наверняка можно будет порыбачить. Или нет? Ветриный залив. Ну все, рыбацкое место. Так, а где какой-нибудь мужик? Сколько тут рыбы торгует? Лунная форель есть? И вот всякая... Всякая... Оп. Давай, крутим, 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 крутим. Отлично. Что это за креветка? Хитоны. Нафиле его сразу. Оп. Давай, 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 давай. А, надо было, видимо, в зеленый. Так. Давай, креветочка. Иди сюда. Ой, это что-то зелененькое, что-то страшное. Травяную пикшу. Давай, нафиле ее. Что-то я слишком бросил. Вот эту вот рыбу. Сюда ее. Сюда. Нафиле. Ну, это форелька-то, форелька. Давай, 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 давай. Иди, иди, иди. Хорошо. Мне, понимаешь, надо выживать. Там как-то Одейское мировое зло побеждать. Мне нужна рыба. Мне нужно мясо. Чтобы соответствовать. Ну и ладно. Пожалуй, не будем слишком сильно задействовать. Тут что-то такое, видимо, обрушенное. Топия. Ну ладно, идем в топе обратно. Интересно, враги появились? Да, враги появились. Ну, даром, что только вот эти. А маны все еще нет. Ммм. Пятнадцать. Какое отбрасанное? Тебе бы покушать. Вот исцеляющий свет. Есть смысл этого исцеляющего света? Двадцать один хп? Наверное, нет. Сейчас такой возьмет и призыв, как сделать. Но не стал делать. Ай. Ломаем этому удару. Ну, теперь они оба такие, непонятно какие. Червячок. На помоечке. Девять и пятнадцать, да, пятнадцать. Хорошо. Эх, семерка только. Навыки. Я просто попитаюсь. Пока вы будете там что-то делать, я просто буду есть. Ай. Два кусочка мяса. Так, там я был везде уже. Смотрите, там кто-то есть. Кто же там есть? О. Что это за местный ученый такой, который что-то слишком много знает. Давайте спросим путь. По-моему, она занята. Уверен, все в порядке. Наш добрый человек. Здравствуйте. Этот большой камень чем-то особенный? Да, взгляните. Он. Выглядит будто... Нет, это, наверное, моя фантазия. Хе, так что это? На что-то он там похож. Это невероятно. Эти руны – древнейшая известная нам форма письма. Кому? Нам. Странствующим летописцам, конечно. Или, по крайней мере, тому, что от них осталось. Не может быть. Ты странствующий летописец? Рад познакомиться. Я Гарл. Тоже рада знакомству. Я Тикс. А твои друзья всегда такие молчаливые? Такие мы просто... Ха-ха-ха-ха. Нет, Валерия и Зелл – веселые ребята. Просто их слишком долго держали в запрети на небесах для обучения. А? Что? Какие небеса? Ты что? Волшебные волосы? Заколдованная одежда? Все, она нас определила. А-а-а! Ха-ха-ха. О, боже мой! Вы воины от солнцестояния. Мы... Я... Ах, Зелл. Какой-то эгоист. Валерия, это мы, а... Я так и знала! Любители приключений в этой страшной бою, которым суждено разгадывать неизведанные тайны и встречать несметное количество забытых артефактов. Лучшие друзья странствующего летописца. Ха-ха-ха. В смысле... Что ж, кто-то воодушевлен. Ха-ха. А мы думали, что Гарл это что-то. Эй, ребята, у Тикс для нас предложение, и я думаю, что ее стоит выслушать. Конечно, в чем дело? Не знаю, как это получше объяснить. Все дело в моей книге. Ммм, какая книга? Тикс, почему бы тебе сегодня не поужинать с нами? Здесь отличное место, чтобы разбить лагерь. Ну что ж... Не стесняйся, мы рады тебя видеть. Да, к тому же ты должна попробовать стряпню Гарла. Я... Ладно, спасибо. Вот и все. Тушеное мясо сейчас будет готово. Давай, Зейла, отжимайся. Еще раз спасибо за стол, Гарл. Ты неплохой повар. Рад же тебе понравился. Можешь присоединиться к нам в любое время. Так ты последний странствующих летописцев? На данном этапе я, возможно, даже первая. Прошло столько времени с тех пор, как гримуары преданий были сожжены. Что? Гримуары преданий. У каждого странствующего летописца такой есть. Или был, полагаю. Это заколдованные книги с рассказами, которые пишутся сами соприкосновения с артефактами. Ого! Странствующий летописец обязан пополнить собой гримуар как можно большим количеством преданий, прежде чем передать его следующему. Когда-то была гильдия, и нас было много, но теперь осталось единственное представительство перед вами. Что приводит меня к просьбе. Валяй. Понимаете, лучшее, что можно желать странствующих летописец, это путешественники, готовые поискать их. Не ничем вам платить, но если вы сможете собрать артефакты, которые встретятся на вашем пути во время путешествий, я с радостью поделюсь с вами историями. Звучит заманчиво, но как же мы найдем тебя, если ты всегда странствуешь? Не беспокойся об этом. Я буду приходить к вашему костру каждый раз, когда вы будете на природе. А я думал, она будет союзницей нашей, там, воевать с нами. Это лучшее место, чтобы рассказывать истории. Историю костра? Я за! Отлично! Просто принесите мне найденные артефакты, и мы посмотрим, как отреагирует мой гримуар преданий. Сколько историй у тебя уже набралось? Лишь одна. Гримуар был пуст, когда я его нашла, но меня это не смущает. Я думаю, что найду достаточно преданий для заполнения всей книги. Вот это настрой! Первая история записалась, когда я нашла очень старую пиратскую серьгу. Тогда я поняла, что, держа в руках настоящий гримуар преданий, считалось, что они исчезли. О чем повествует история? О пиратском корабле-призраке под названием Сумрак. О-о-о-о! Я могу ее прочесть вам, если хотите. Скажите, если что. В смысле, давай читай. Хотите послушать рассказ? Да, хотим. Кокузник. Сумрак. Из всех злых чар и колдовства, немногие столь же ужасны, как проклятие Сумрака. История относит нас на столетия назад, во времена, когда банда пиратов правила морями. Их капитана звали Буревестником. Он был самым могущественным магом ветра во всем мире. А их штурман, Хортенс, по сей день остается лучшим мореплавателем в истории. Говорят, что сочетание мастерства Хортенс и магии Буревестника позволяло их кораблю плыть быстрее света. Команда участвовала во многих экспедициях и собрала несметные богатства, пока однажды не произошло неизбежное. Хортенс, чьей первой любовью была музыка, объявила, что хочет отказаться от пиратской жизни и полностью посвятить себя своему хобби. Хотя Буревестник был твердо убежден, что настоящее сокровище то, которое человек открывает в пути, он принял ее отставку. В штыки. В расстроенных чувствах капитан перестал колдовать парусный ветер, и корабль застрял прямо посреди океана. «Мы все тут останемся, пока наш штурман не выбросит из головы эту дурацкую идею», — сказал он. Но Хортенс была непреклонна. Шли дни. Они оба злились, а экипаж молился, чтобы нашлось какое-то решение. Сначала у них кончилось терпение, потом еда, а затем и питьевая вода. В итоге, однажды вечером обезумевшие от голода и жажды пираты взбунтовались и сбросили своего капитана в море. Уходя на дно, буревестник проклял команду, наколдовав им вечное заточение. Вдобавок, он направил смертоносный шторм в море кошмара, чтобы пираты страдали еще больше. За сотни лет члены экипажа один за другим сходили с ума от этого ужасного места, пока не осталось лишь Хортенс. Битва в море кошмара продолжается по сей день, где воля штурмана противостоит ненависти буревестника. Некоторые говорят, что ярость буревестника однажды потопит корабль, в то время как другие верят, что в итоге он склонится перед неукротимый Хортенс. Легенда гласит, что один раз в день у нее есть короткая передышка всего на несколько мгновений, совпадающих со временем, когда проклятие было изначально наложено. С тех пор множество моряков и рыбаков сообщали, что видели легендарный пиратский корабль-призрак, появляющийся вечером. Вечером, значит, да? Они зовут его Сумрак. В то время как некоторые полны решимости подняться на борт в поисках сокровищ, большинство избегает плавания в сумерках, опасаясь, что их затянет в море кошмара. Конец. Ну шо ж, весело. Нет, пока больше ничего не хочу. Историю костра я за. Пропусти. Мне и в голову не приходило, что странствующие летописцы существовали на самом деле. Интересно, сколько их было? Достаточно. Так, что у нас можно приготовить? Собственно, ничего, да? А почему я не могу приготовить? А, у меня 10 еды максимум. То есть я не могу там готовить бесконечно. Надо простые салаты хавать. Или вот всякие томатные сэндвичи, которые вот... Отдохнуть. Доброй ночи, ребята. Морское путешествие на остров призраков? Это может стать испытанием, учитывая проблему с лифтом. Какой еще лифт? Но мы, наверное, сможем ее решить. Это в какую сторону? К востоку отсюда, около дороги. Вы не против, если я присоединюсь к вам? Мы направляемся в одно и то же место. О, все-таки она будет с нами некоторое время. Вместе веселее. Тикс присоединяется к группе. Так, ну-ка. Снаряжение. Погоди-ка, погоди-ка. Очередь. Она как бы с нами, но как бы не с нами. Она просто где-то там пассивно ненавидит нас. Новым горизонтом. Давай. Сохраняемся и движемся дальше. Зейл отстает на двадцатку жизни. И даже начинаю чувствовать, что этого недостаточно. Надо ему здоровье тоже подкачать. Всякие бандиты. Давай-ка ты ему просто вот сразу. Так, 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 так. Ну, хорошо. Минус... А, я вот... Я думал, он там тук-тук-тук начнет что-то делать. А он просто боднул меня. Могу я этого успеть убить? За два хода. Может быть, и могу. О, красиво. Так, время перемотки времени. Прямо-таки чувствую подвох. Наверное, надо зажечь все сразу. Оп. Вроде получилось. Пока они все горели. Так, что это за мега-палка? Зейл и Гарлосвали комбо-навык. Солнечный дождь. Навыки. Где я могу... Комбо-навыки посмотреть? Где-то я мог это делать. О, комбо. Значит, двойная атака восстанавливает три очка. Каждый двойной атака восстанавливает три очка. Магия, хорошо. Исцеляющий свет восстанавливает три очка в жизни всем. Причем там по пятьдесятке дает. Солнечный урон всем врагам. Солнечный дождь. Цена 2. Союзники. Ага, вот эти двое. Эффекты. Тун-тун-тун-тун-тун. Что значит эффекты? Что можно там настукивать? Может быть. Так. Воруем ягоды, пока никто не видит. Странник. В горах красота. Это судьба. Ну вот это хотя бы первый с дубины чувак, который не агрессивный ничьет. Так и надо быть. Гуляем по красоте. Потом, наверное, мы сможем все-таки эти горы разрушать, чтобы тут хоп, напрямик проходить. О, как раз тот самый спящий змей гигантский. Вы посмотрите, спит. И как раз вот эти дырки, которые дуют ветер, и он там под этой музыкой играет. По-любому, мы что-то обрушим, и он проснется. Не к добру. Надеюсь, он добрый. Но не обе... А он пост каменщика. Так. Вы... Вы тут просто люди такие. Кроты. Вместо дворов у нас кроты. Старейшина не вернулся. Малком убьет нас всех. Бегите. А вы кто такие? Вот это ответственный человек. Кто вы? Вы пришли, чтобы спасти нас? Я думал, ты предупредить, что надо убегать. Ну... Конечно. Они живые на самом состоянии. Вот Гарл знает, для чего мы. Гарл. Но это же правда. Разве нет? Мы должны помочь, если можем. Что случилось? Это все Малькомат. Земляной колдун. Мы лишь мирный небольшой ванпост, обслуживающий ветряные туннели шахт. Наша задача не давать им забиться, чтобы ветер мог играть мелодию для спящего змея. Ого. Ну теперь Малькомат захватил шахты, и мы больше не можем туда зайти. И если спящий змей проснется, то наступит конец света. Более того, он засорил туннель, питающий ветряную мельницу большого лифта. Поэтому мы даже не можем добраться до Бриза, чтобы попросить о помощи. Если это продолжится, присмешники Малькомата начнут просачиваться из шахт. И... И... Все в порядке. Мы здесь, чтобы помочь. Что произошло потом? Старейшина. Зашел, чтобы попытаться восстановить его, но с тех пор прошло так много времени. Где вход? Там, на самом верху, аванпоста. Но Малькомат невероятно силен. Не переживайте, мы найдем вашего старейшину. Одним злым колдуном стало меньше. Ох, какая удача, спасибо. Так-так-так-так-так-так-так. Всем без паники! Ого, кроты, вы реально выкопались. Воинный солнцестояние явились, чтобы все решить. Ура! Старейшина вернется! Малькомат не убьет нас всех! Ура! Ура! Хм... Тогда я позволю вам продолжить. Мне здесь еще многому предстоит научиться. Хе-хе-хе. Ага, я ознакомлюсь с ними. А вон пост каменщиков. С тех пор, как старейшина вошел туда, лифт не вернулся. Полагаю, что кому-то просто придется запрыгнуть. Я не могу спать, так как Малькомат захватил шахты. Боюсь, что его приспешники могут напасть на город в любой момент. Хм... Это ваш лифт. Лифт, который не работает. Вот он сверху ничего не дует. И он такой... Не работает. А это что у нас? Водяная мельница перестала работать после того, как Малькомат засорил ветряные туннели. В колодце больше нет воды. Я очень хочу помыться. Вы отправитесь в шахты, чтобы помочь. А ты что изучаешь? А здесь только можно узнать? Взгляд уходит за горизонт. Ммм... Справедливо. Почему все рассержены на Малькомата? Не могу понять. О, ты выглядишь как торговец. Добро пожаловать в сонную каменоломню. Хотите отдохнуть в нашей геотермальной комнате? Да. Геотермальная комната? А здесь миленько. Сотражение со злым колдуном было частью моего плана? Гарл. Надеюсь, мы сможем помочь молкинцам. Они очень добродушны. Готовить. А нечего готовить. Отдохнуть. Спасибо. Даже денег не взял. Или я просто... Не досчитаюсь каких-то денег. Так. Что у нас тут? Кто ты? Ох, какая ирония. Что случилось? Мне нужны мои инструменты, чтобы починить эту дверь. Но они в подсобке, и я не могу войти. Тем не менее, ручка работает нормально. Если бы только был другой способ войти. Я попробую найти другой вход. О, спасибо. Что тут у нас? Мастерски заготовлен стол. Подтянуться не можем, нет? Надо как-то сверху приземлиться к нему. Так, вы что-нибудь знаете? Я уже вижу, надо упасть. Детишки. Когда я вырасту, то хочу работать под землей, как мои родители. Пару секунд назад все вокруг так суетились. Этих взрослых не поймешь. Справедливо. Что скажешь? Вы воин из целого состояния? Я очень надеюсь, что вы сможете победить Малкумада. А уж я-то как надеюсь. Э. Что, я недостаточно высоко забрался? Ломайся. Ломайся давай. Ломайся. Ломайся. Вот прямо такие вот написаны, что вот спрыгиваешь и получаешь радость. Но как-то вот нифига. Древняя Малкинская мантия. Это прям что такое? Текст может получить из этого рассказа. А, из этого рассказа может получить. Понятно. В случае закупоривания туннелей, ветер перестанет дуть сквозь гору и играть мелодию. Если спящий змей проснется, мы пропали. Как-то у вас недоработан метод. Что тут у тебя? Даже при всей этой панике мой брат не выходил из своей студии. Он рисовал дни напролет. Так, давай-ка братишку посмотрим. Ох, там прям рисушь. Это будет моя лучшая работа. И как обычно камень, который я не могу двигать. Там с каким-то мега сундуком. Вот это вот. Можно облутать мешочек? Нет, нельзя. Так, где это мы тут? Или это мы как раз туда, куда надо идем? Кому-то придется спрыгнуть. Что тут за всякие лифты? Если эта скульптура что-то изображает, то это, видимо, нечто абстрактное. Какой-то дни... Ку-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Непонятно. Вы настоящие воинные состояния? Это так круто! Мама говорит, что нам нельзя на улицу, но здесь скучно, тут нечем заняться Я не могу позволить своим детям гулять на улице, учитывая происходящее, это слишком опасно Ну, возможно, в чем-то она права Но что-то же делать надо Так, очередь, предположим, вот Очередь А на первом месте Гарла нельзя поставить, да? Ну и ладно тогда Что-то я вот... Эта штука не выдерживает никакой критики И сюда не спрыгнуть, и туда не спрыгнуть И так вот слишком рано Ладно, что у нас тут? Будьте осторожны в шахтах Кто-то вроде бы видел там огромную ящерицу Ну, сейчас мы этой ящерице Посмотрим, какой у них хвостик Шахта витряных туннелей Что за опасность? Правила безопасности Не прыгать вниз Думаю А, или хотя говорили, кому-то придется спрыгнуть Мышь такая Вы старейшина? Я? Да А вы кто? Мы воины сонсостояния Пришли, чтобы разобраться с Малкомадом Боже, как хорошо Что вы можете рассказать об этой ситуации? Боюсь немного Я хотел избежать шума от этой паники Как вдруг все начали аплодировать мне Как будто я должен был решить проблему Хм И вот я здесь С одной стороны рискованно предпринимать какие-либо действия А с другой Не могу вернуться к людям без решения Ах ты, крыса Не переживайте, мы поможем Я искренне на это надеюсь Будьте осторожны Малкомад сильный волшебник Шахта витряных Ну, то, что написано Не прыгать вниз Я уже один раз прыгнул Тут полно, полно вот этих синих штук Шахтерская комната отдыха Ну-ка И тут шахтер сидит Здравствуйте Нужно что-то в дорогу? Давай я продам Томатный сэндвич на 4 галды Держи Хотя я его на 4 что ли продал Посох Блин, посох станет круче Продать медный посох Продать Серебряный меч уже есть Спецовка шахтер О-о-о Плюс 13 Плюс 7 Использовать Счеты Ага, если бы я их не нашел Можно было их купить Неплохо Попилот Оживляет Плюс 5 очков жизни Союзник Отличный гарнир Для тех, кто учится Готовить на костре Лука у меня нету Аура стража Снижает получаемый урон А от реликвити Самый Позволяет носить Двойные удары При обычных атаках Но это для тех, кто Хочет полегче Мы не хотим полегче Что можно приготовить? Жареный сэндвич Плюс 60 Косточка Одна Грибной суп Наваристый Вкусный Ладно Жареный сэндвич Жарим Вкуснота Отдохнуть Колдун Макомат Так, наверное Спрыгивать туда Ниже не стоит Это надо Толкаешь 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 Раз А потом Перепрыгиваешь Но пока У меня Навыков Толкания Этих Бирюзовых Вещей Нету Надеюсь После Битвы С колдуном Я этому Научусь Нет же Никакой Двери В сторону Это что за Сколько у вас Жизни? 44 Ладно Начнем С простого Или сложного Так Минус 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 Один 26 Неплохо Один Удар 17 Больно Это как У тебя уже Жизни мало Ну что ты за Человек Ты такой Кушай Кушай давай Надо было Впитать Энергию И тогда Убить Дайте мне Лута Интересно Вот куда Вот это Куда-то Туда Куда Нажать Когда Они еще Не отъехали Так Я вижу Тут Какое-то Яйцо Припасы Шахтеров Воспользуемся Ими Так Зафиксировался Открылась Дверь Проходим Главное Чтоб Ничего На бушку Не упало И ничего Не обрушилось Под ногами Дорога Это явно Ненадежная Так Я вижу Грибы И вижу Сундук Зеленый Лист Так Что за Зеленый Лист Плюс 15 Максимальный Очков Жизни Так Это Надо Зелу Потому что Он реально От этого Страдает Держи По факту Как два Уровня Выбранных В направлении Жизни Так Крадемся Луна 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 Это Я Сделал Теперь Луна Рангом Пожалуйста Надо Попасть В нему Хотя бы Пару Раз Чтобы Он Сломался И Не Бил Ничего Сопротивление У этого Чувака Ну Сопротивляйся Этому Так Я вешу Сундук Раз я Вешу Сундук То я Пойду К нему Приятно Я вот Эту Руду Все Не Продаю Ну 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 И Ладушки Молочный продукт Что у нас здесь Какие-то странные комбинации Пещер И прочего Как будто бы Надо стену Убирать Выталкивать Проталкивать Ничего сюда не влезет Ладно Идем дальше Ну Ну Что Как Десант Звездный Аллаха На Так Им тут Всем чем возможно Просто О Это Что за Там Страшная Такая 95 Жизни Буш Тру Какая-то Две Луны У меня Луны Нет Так что Уже Его Сбить Не Получится Ну Хотя бы Этому Сбить Атаку Отлично Валерия Уязвимость 17 Так Теперь Вот этот Скоро У меня Стукнет Чем-то Таким Явно Неприятным Добьем Чтобы Его И не было И я не думал О нем Глаза Янтарный Град Ай Два Хода Да Дуга Полумесяц Это Питание Впитывай Как Как Этого Еще Бить 14 Не Бить Его Долго Как Я Понимаю О Три Раза 15 Урона Впитал Может Солнечным Шаром Просто Просто Для Острастки Так 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 На Оп Словил Не Нужен Исцеляющий Свет Поэтому Давай К Интересно 56 Ну тут Я пока И так Хилюсь На максимум Этой Ультой Поэтому Бояться Нечего Фух Просто Просто Уничтожил Ну а это Потерпим Там Еще Типа Сила 100% То есть Если даже Я Не полностью Его Разломаю А хотя Бо Чуть Наверное Его Атака Все Еще Снизится Это Забавная Мысль А Эх Только А Только Две То есть В принципе Можно Можно Попытаться Да Усилить А И он Умерет Я думал Вторым Еще Тоже Получить Солнечную Энергию Ой Тут Такая Прям Пошел Пошел Ветер 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 Кой Какой Дует О Вы Вернули Электричество Я Тогда Пожалуй Пойду Шахты Пролегают Ниже А с нами Тем Малокумада Пожалуйста И уехал То есть Ты предлагаешь Мне Еще Разочек Спрыгнуть Интересный У тебя План Прямо Такие На 10 Из 10 Отдохнуть Это Не считается Природой Наверное Нет Поэтому Девка Путешественница К нам Не придет Летописец Ну Думаю На этой Замечательной Ноте Я Эту Серию Закончу В В принципе Все еще Интересно Все еще Хорошо Ждите Следующей серии Завтра Или не завтра Ну не знаю В ближайшее время Подписывайтесь Чтобы не пропустить В любом случае А на этом Я прощаюсь Всем спасибо Всем пока